Добрый вечер, в эфире программа Ошабаев Лайф. На недавно состоявшемся форуме межрегионального сотрудничества между Россией и Казахстаном президент Токаев предложил президенту Путину принять участие в проекте по восстановлению популяции туранских тигров в Казахстане. Вопрос поддержания биоразнообразия также является одним из главных направлений программы ООН в области устойчивого развития. И о том, как поддерживается биоразнообразие в Казахстане и о других вопросах сохранения живой природы, мы поговорим с гостями сегодняшнего эфира, директором Международного фонда по снежным барсам Арманом Кашкенбековым и директором Центрально-Азиатской программы Всемирного фонда дикой природы в России Григорием Манянцем. Арман, добрый вечер, спасибо, что пришли в наш прямой эфир. Вы являетесь директором Международного фонда по снежным барсам, непосредственно занимаетесь программой по сохранению и увеличению популяции снежных барсов. Расскажите, пожалуйста, какую работу удалось сделать и какие у вас планы. Спасибо большое, Архим, за приглашение. На самом деле тема очень актуальная. Всегда вот мы говорим, что в Казахстане, слава богу, почти 19 миллионов населения, но это также огромная страна, огромная флора и фауна. И снежные барсы исторически являются с древних времен национальным символом, призраком казахских гор. Поэтому в связи с этой благородной задачей сохранить, реабилитировать и приумножить популяцию данного уникального вида животных, на мой взгляд, одного из самых красивейших на планете, был создан три года назад Международный фонд снежных барсов по инициативе известного предпринимателя Нур-Али Алиева. Я на протяжении последнего времени имею честь возглавлять данный фонд. Он создан для того, чтобы проводить необходимую работу с государством, Министерством экологии, как куратором данного направления, Комитетом лесного хозяйства животного мира, нацпарками, международными организациями, упомянутыми, правом ООН, ВВФ, всеми другими стейкхолдерами, с целью сохранить это уникальное животное, которому все еще угрожают определенные вызовы в Казахстане. Давайте немного поговорим в целом про животное, про снежный барс. Какова его была популяция, насколько она сократилась, по каким причинам, сколько сейчас барса в мире и в Казахстане? Сейчас в мире насчитывается от 4 до 7 тысяч особей. Он обитает исторически, все мы знаем, в высоких горах. И географически это от Алтайских гор Российской Федерации до Индии, Китая и Непала на юге, включая обширные Гималайи посередине. В Казахстане популяция оценивается примерно в 130-140 особей. И цель наша стоит в увеличении данной популяции. Какие были проблемы? Была проблема браконьерства. Слава Богу, в последнее время были предприняты определенные меры. И серьезно уже сточено законодательство до 7-10 лет сейчас дают за убийство краснокнижных животных, включая, конечно, снежного барса. Также это воздействие изменения климата, это расширение экотуризма. Больше становится визит центров, естественно, среди обитания барсов. Они разграниченные животные, они могут просто либо уйти высоко в горы, либо уйти в соседние страны. Какова оценка популяции была ранее до серьезного вмешательства? До серьезного вмешательства человека, а прежде всего это советской власти, наверное, популяция оценилась ученым в 2 раза, в 3 раза больше. Но, тем не менее, есть определенные предпосылки в Казахстане для того, чтобы популяция, в том числе естественным путем и путем предпринятых охранных мероприятий, стала увеличиваться. Пока эти данные неофициальны, я думаю, скоро наши партнеры с Министерства образования и науки, институт зоологии, уникальный, сохранившийся с тех времен, базирующийся в Алма-Ате, опубликует эти данные. И вот здесь, наверное, вы знаете, что буквально неделю назад нами, совместно с упомянутыми партнерами, был обнаружен новый ареал обитания снежных барсов в Национальном парке Алтын-Эмель. Все прекрасно знаете, это поющие барханы, это сакские курганы. И горы там невысокие, допустим, 1000-1200 метров. Там мы поставили фотоловушки и на всех фотоловушках обнаружили целые семьи, даже самку снежного барса с тремя маленькими котятами. И оценка популяции в 10 особей, новый ареал обитания, что на самом деле такая научная сенсация. Казахстану есть чем гордиться и в этом плане. А какими инструментами собирается сохранить и увеличить популяцию снежных барсов? И каковы индикативные планы? Индикативный план, он был и до сих пор обозначен в Национальном проекте «Водные ресурсы Ежесыл Казахстан». Там появился впервые за 30 лет независимости раздел про снежных барсов. Я вот хотел бы добавить, наверное, недавно прошедший и достаточно уже известный форум приграничного сотрудничества на уровне глав государств, показал, какое пристальное внимание в Российской Федерации на уровне президента уделяется таким программам. Там идет программа экология и президент лично курирует программу восстановления популяции краснокнижных животных. Это и медведей, и тигров, и даже барсов. У них на Алтае тоже они есть. То же самое мы хотим сделать в Казахстане, объединив усилия, пригласив российскую и китайскую сторону, запустив первый в Казахстане центр сохранения, реабилитации, разведения снежных барсов в Илья-Латаусском нацпарке, в Алматы, совместно с Министерством экологии и геологии природных ресурсов, с ПРООН, с Умирным фондом дикой природы, а также намерение участвовать заявила фонд «Самрук Казана». Мы можем это только приветствовать. Цель увеличить на 10 особей через 5 лет, поскольку программа идет на 5 лет. Но поскольку в России и в Татарстане хотят создать такой же свой центр, но там есть проблемы с тем, что экологи России выступили против. В Татарстан, всем узнаем хоккейную команду «Акбарс», здесь не нужно, наверное, про него рассказывать, но этот центр, он... Экологи выступили из Татарстана против чего? Против создания подобного центра, он был исторически раньше нас, в Татарстане, вследствие того, что этот регион Российской Федерации никогда не являлся естественной средой обитания снежных барсов, несмотря на то, что и там, это тюркское наследие, снежный барс, он национальный символ. Они против создания центра в Татарстане, татарстанские экологи. Да, татарстанские, российские, ВВФ России и все остальные. Поэтому мы хотим пригласить... Звучит немного странно, да? Да. Теперь мы хотим их пригласить в естественную среду обитания, в наши красивые горы Валматы, в Илья-Алтавский Наспарк. Также мы знаем, что и Китай заинтересован в сотрудничестве, то есть если получится, у нас будет такой хороший, грамотный, научный трехсторонний проект. В Китае недавно такая интересная информация, коммунистическая партия провела свой всем известный съезд и определила перечень краснокнижных животных от панды национального символа до снежного барса и закрепила каждого известного китайского предпринимателя, миллиардера, ответственного за определенный вид животного. Так вот, по снежным барсам был закреплен Джек Ма, всем известный. Я ему подготовил, нашему он подготовил презентацию, мы с ним поделились, надеемся, что когда коронавирусная ситуация улучшится, мы будем иметь честь его приветствовать в Казахстане, покажем наши планы и будем совместно реализовывать. Давайте к нашей беседе подключим нашего гостя из России, Григория Мазманянц, директор Центрально-азиатской программы Всемирного фонда дикой природы в России. Григорий, добрый вечер. Добрый вечер, Захим. Спасибо большое за приглашение. Добрый вечер, спасибо, что начали время. Расскажите, пожалуйста, про вашу Центрально-азиатскую программу, в чем она заключается. Если не ошибаюсь, один из проектов это возрождение Туранского тигра. Что это такое? Да, абсолютно верно. Центральная азиатская программа Всемирного фонда дикой природы действует во всех пяти странах региона. Мы работаем и в Казахстане, и в Кыргызстане, и в Узбекистане, Таджикистане, и в Туркмении. Наш офис на самом деле находится в Алматы, в Центрально-азиатской программе. И я в основном провожу время в Алматы, просто вот сейчас вы меня заставили в командировке в России. Действительно, самым основным проектом программы, программа работает с 96-го года во всех пяти странах, но вот сейчас самым основным проектом является возрождение, возвращение популяции тигра в Республику Казахстан. Эта программа была анонсирована Республикой Казахстан в 2010 году на форуме, тигрином форуме всех стран «Ареала» плюс Казахстан. И тогда же она была поддержана Владимир Владимировичем Путиным, который объявил о том, что Россия готова предоставить тигров в те страны, в те страны, в которых они были и сейчас нет, и в частности назвал Казахстан и Иран. Мы подписали меморандум о реализации этой программы в 2017 году, и с этого момента работаем над программой «Помогаем Республике Казахстан вернуть тигра в республику», который исчез из нее в 1948 году. Еще добавлю пару слов, что в начале 20-го века тигров в мире было 100 тысяч, а во время форума в 2010-го года их осталось 3,5 тысячи. Именно тогда все страны договорились удвоить количество тигров. К сожалению, в следующем году пройдет 12 лет, будет тоже тигриный саммит в Владивостоке, и надо признать, что из тех 13 стран, где тигры были, сейчас тигры остались в 10-м, сейчас тигры остались только в 10-ти. Поэтому программа реинтродукции возвращения тигра в Республику Казахстан является очень важной на будущие годы для спасения этого уникального хищника планеты. Григорий, спасибо большое. Вы можете, пожалуйста, в деталях рассказать, как будет реализовываться программа? Мы все наблюдали за очень интересной беседой двух президентов в отношении, где тигр больше, и что из себя будет представлять туранский тигр, который сейчас отсутствует в Казахстане. Что это будет? На самом деле, Владимир Владимирович просто немного забыл о том, что он говорил в 10-м году. Программа не случайно говорит именно о возвращении тигра, а не о завозе нового подвида. Дело в том, что исторически считалось, что тигров 9 подвидов, из которых 3 вымерло. В том числе туранский. Однако в 2009 году были проведены генетические исследования. По всем музеям Центральной Азии взяли образцы тигров, шкуры, которые находились в этих музеях, и сравнили с тигром из амурской популяции. И оказалось, что это на самом деле одни и те же тигры. На самом деле, в 2015-2017 году оказались еще более интересные результаты генетических исследований, которые показали, что все тигры, которые жили по всей Азии, жили от Тайвань, Китай, Индия, вся Центральная Азия, Кавказ, Алтай, и, соответственно, Дальний Восток России, это на самом деле все один и тот же тигр, просто одна большая популяция разделилась на несколько маленьких групп, и естественным образом разные климаты, разные условия, и они несколько визуально стали отличаться друг от друга. Но генетически они очень близки. И поэтому сейчас систематики биологии считают, что в мире существует всего два подвида тигра, скажем так, континентальный, который называется пантера тигрис тигрис, по-латыни, и островной, пантера тигрис, суматрико или садайо. Григорий, я правильно понимаю, что вот Туранский тигр это будет амурский тигр из России, которого привезут к нам и его акклиматизируют, адаптируют к карастанской местности? Правильно? Ну, адаптируется и акклиматизируется он сам, тем более, абсолютно верно. Тем более, что тигр на Дальнем Востоке привык к таким температурам, которые есть у нас в Казахстане, то есть ни минус 40, ни плюс 40 его не сильно пугают. Григорий, расскажите, пожалуйста, чуть подробнее в деталях, может быть, каков план возвращения тигров в Казахстан? Какие этапы в этой программе реинтродукции? В этой программе три этапа. Первый этап занимает 5-6 лет. Собственно, он начался после подписания меморандума в 2018 году. И мы рассчитываем, что к концу 2024 года первый этап подготовки экосистемы к приезду тигров будет закончен. Что в него входит? Ну, во-первых, республика Казахстан создала резерват, государственный природный резерват или Балхаш. Это 415 тысяч гектар на территории Южного Прибалхаш и дельта реки Или. Там же существует два огромных заказника Коройский и Прибалхашский. Это ориентировочно еще около полмиллиона гектар. Мы оказали поддержку, естественно, это в основном шло за государственный счет, но при поддержке ВВФ была налажена охрана этой территории, была начата реинтродукция оленей. Мы вернули после 100 лет отсутствия тугайных бухарских оленей на эту территорию. Сейчас около 100 оленей там ходят, мы планируем привезти еще. Мы планируем начать работу по реинтродукции совместно с ПРООН по реинтродукции куланов и мы увеличиваем численность кабана. Могу сказать, что только этой зимой мы собираемся подкормить зимней подкормкой около 100 тонн кукурузы мы закупили для наших кабанов. Наша задача увеличить численность копытных до 30 особей на 1000 гектар. Кроме того, мы работаем по лесовосстановлению, потому что тугои в этом районе сгорели и мы стараемся восстановить тугои, чтобы тем же оленям, кабанам, а будущим тиграм были дополнительные возможности по питанию и размножению. Ну и мы работаем с местными жителями. Это очень важно, это огромная часть всех этапов программы. Без поддержки местных жителей, к сожалению, невозможно реализовывать такие программы, поэтому мы занимаемся выделением малых грантов для развития экологически безопасного предпринимательства, экопросвещением, работаем с молодежью, стараемся образовывать, работаем со школьниками и так далее. Ну, собственно, вот это вот будет первый этап. Второй этап привезем тигров, наденем на них спутниковые ошейники, обеспечим полный контроль их перемещения, обеспечим, если необходима, компенсации, если вдруг тигр съест какой-нибудь корову местного жителя и надеемся, что нам удастся заложить основу новой популяции, которая дальше будет жить в этих местах. Надеюсь, что до того, чтобы съесть местного жителя дело не дойдет. Григорий, уточните, пожалуйста, когда предполагается привезти первых тигров, в каком количестве? В программе предусмотрен от 10 до 20 тигров, которые могут быть перемещены из России в Казахстан. Зависит от того, как они будут размножаться, как пойдет. Начнем мы, я надеюсь, в 25-м году, но думаю, что начнем с 3-х, максимум 5-ти. Собственно, с чем связано такое количество, с чего начинать, именно то, что вы сказали, полный контроль. Мы должны обеспечить безопасность, безопасность мы, я имею в виду в данном случае республика, и при поддержке ВВФ, РООН и других организаций, безопасность является основной и главной задачей любых подобного рода программ и проектов на территории Казахстана, да и всего мира тоже. Григорий, какая индикативная цель по популяции тигров ставится в вашем проекте? Я вам так скажу, математическая модель, которая была заложена в программе, показывает, что можно на этой территории достичь популяции в районе 100-120 особей. На данный момент в мире около 5000 тигров, поэтому 120 особей это очень много. В целом для популяции тигров, диких тигров мировых. Можете ли, пожалуйста, привести, Григорий, для наших зрителей примеры аналогичных успешных проектов реинтродукции в мире? Да, конечно. С помощью программы реинтродукции была восстановлена Пума в Америке. На данный момент идет программа реинтродукции переднеазиатского леопарда на Кавказе, как раз всеми на фонде дикприроды принимает в этом участие. Только что поставлен, закончилось строительство центра разведения дальневосточных леопардов на Дальнем Востоке в районе Лазовского заповедника. На самом деле в мире очень много примеров различных программ реинтродукций, но надо при этом признать, что конкретно тигрины реинтродукции в мире есть примеры в России, когда тигров переселили вот собственно они недавние примеры, когда тигров переселили на территорию Амурской области, они успешно там сейчас размножаются, уже есть котята и еврейская обстановка. Григорий, чуть подробнее расскажите пожалуйста про амурских тигров и вот этот проект про реинтродукции. С какой цифры, до какой численности удалось увеличить популяцию? За какое время? Ну когда начинался 12 лет тому назад, ну 11 лет тому назад, в 2010 году тигров насчитывалось в районе 550 особей, 500-550. На данный момент в России ну опять по экспертным оценкам официальные данные я думаю будут известны в следующем году около 700-650. А если говорить про другие страны наиболее успешны Индия, которая увеличила численность тигров почти в два раза, то есть там сейчас около трех тысяч тигров, Непал, который увеличил за эти же 11 лет численность в два раза. Честно говоря, сейчас цифру так на фоне не помню. Поэтому нет, во многих странах программы оказались успешны, но к сожалению есть и те страны, которые полностью потеряли тигра, например, Камбоджа. Там сейчас тигров нет вообще. Григорий, позвольте еще вас спросить, как эксперта, в целом какова обстановка сейчас в мире с биоразнообразием, в частности в отношении животных? Есть известный индекс живой планеты, к сожалению, индекс, который показывает потери биоразнообразия. К сожалению, график этого индекса все время идет вниз и количество видов в мире все время уменьшается. именно поэтому вот этот уникальный проект про реинтродукцию тигра. Дело в том, что тигр это не просто отдельно взятая полосатая кошка. Это вершина пирамиды. И мы восстанавливаем всю экосистему, возвращаем куланов, мы возвращаем бухарских тугайных оленей, мы увеличиваем число краснокнижных джеранов, кабанов, косуль, лес. А более того, мы рассчитываем, что тигр, если говорить про Казахстан и южные прибалхашки, будет гарантом для водообеспечения, которое мы получаем из Китая. Вот вы совсем недавно, я знаю, Рахим, говорили в своих передачах о воде и о проблеме водной безопасности на ближайшие годы. так вот, тигр во многом может стоять гарантом того, что Китай все-таки воду Казахстану будет давать и балхаш не разделится пополам. Это касается многих программ по сохранению биоразнообразия, они комплексные, когда мы ставим вершину пирамиды таких, такие как тигр, это именно вершина пирамиды. Для нас важно сохранение всей экосистемы и всей территории. Но, несмотря на это, в целом, вы правы, мир, к сожалению, теряет количество видов каждый год, даже каждый день. Ну, отготовясь к эфиру, я обнаружил такие цифры, что есть 8300 известных пород животных, 8% из них уже вымерли, 22% находятся на грани вымирания. Это, ну, в отношении животных. Если мы берем насекомых, то я тоже слышал оценки, в том числе с точки достижения критического предела, точки невозврата. То есть, мы потеря в разнообразии насекомых тоже ситуация очень печальная, если не сказать удручающая. Арман, вот на недавнем форуме я слышал от российских коллег про то, что предполагается, возможно, не исключается какая-то оценка вообще вклада каждой страны, отдельных субъектов увеличения сохранения биоразнообразия в так называемые единицы биоразнообразия. Возможно, их какое-то оперирование, чуть ли не биржевая торговля. Есть ли подобные подходы? Слышали вы о них? Ну, наверное, такие подходы есть, но по конкретно снежным барсам у нас цели немножко другие, как вот мы с вами обсудили, это увеличение их популяции, сохранение, потому что по определенной информации до сих пор имеют место случаи браконьерства, шкура барса на черном рынке оценивается от 15 до 25 тысяч долларов, все мы видим в соцсетях, в СМИ иногда проходят какие-то фотографии, поэтому наша основная задача, одна из основных совместных государств это охранные мероприятия и дальнейшее ужесточение за браконьерство. Я бы здесь хотел сказать, что на самом деле да, вот такие индексы есть и к сожалению число животных, флоры, фауны, оно стремительно уменьшается на планете и Казахстан не исключение, но исторически наши предки жили всегда в гармонии с окружающей средой, всегда уважали животных, с которыми жили в этой большой стране, я думаю, нам просто нужно вспомнить о любви к животным, к снежным барсам и всем другим из нашей истории. Сейчас мы пытаемся этого зародить и я уверен, что у нас это получится, хотя вот, как Григорий сказал, и по тиграм непростой проект в мире, это делали, в Казахстане нет, и по барсам первый центр сохранения, реабилитации, разведения, тоже непростая задача, но думаю, у нас получится. Безусловно, это очень важный знаковый проект, я даю в том числе видеооценки, что это уникальные беспрецедентные проекты по реинтродукции, достаточно амбициозные, но вместе с тем, в целом, в завершении буквально оставшихся 3-5 минут, наверное, имеет смысл поговорить о подходах в госполитике к сохранению биоразнообразия. Являются ли они не просто словесным приоритетом, а непосредственно кладутся ли они в государственные программы, предполагается ли разработка национального проекта по сохранению биоразнообразия, есть ли координация как минимум на уровне Центральной Азии? Вы говорили, что снежный барс эмигрирует к нашим соседям, то есть нужны комплексные очевидные меры, да? Да, вы абсолютно правы, вы зрите в корень, как хороший эксперт. На самом деле, так и есть, но надо сказать, что Министерство экологии, как куратор в виде комитета лесного хозяйства и животного мира проводит необходимую работу, потому что она проводится фактически на местах в национальных парках. В рамках нового нацпроекта, который сейчас на финальной стадии обсуждения в госорганах ЖАСЫЛ Казахстан 21-25, есть определенные мероприятия по редким видам животных, в том числе те, которые были озвучены недавно на форуме с Россией. Но, к сожалению, какой-то комплексной программы биоразнообразия в Казахстане, по моей информации, до сих пор нет. Она была подготовлена моими экс-коллегами с ПРООН в прошлом году, пытались ее презентовать правительству и министерству. Я думаю, что сейчас как раз нужно этим заняться и по барсам, по всем остальным видам животных утвердить ЖАСЫЛ Казахстан, составить план действий и целую программу биоразнообразия. Я думаю, это большая важная задача, которая, Рахим, на вас, на нас, на наших современниках лежит, передать страну не только чистой, с чистым воздухом и зеленой, но и там, чтобы было и много снежных барсов, и тигров, и всех остальных уникальных животных. Для Казахстана это имеет особое значение, страна степная, может быть, не такое биоразнообразие, как в других странах, но то, что есть, нужно сохранить и приумножить. Если будет возможность, может быть, вы поделитесь этим документом, который разработали ваши коллеги, для того, чтобы понимать, какие возможны сценарии более интенсивного сохранения и увеличения биоразнообразия в Казахстане. И, безусловно, я с вами соглашусь, наверное, эта повестка, несмотря на то, что она артикулируется представителями госорганов, тем не менее, необходимое должное внимание в виде как финансирования, так и целевых показателей, скорее всего, дипломатично скажем, есть еще пространство, где можно увеличить эту эффективность. Я с вами полностью согласен. Будем надеяться и верить в лучшее. Спасибо большое. В завершение хочу напомнить, что в прошлом году во Всемирный день окружающей среды глава государства Касымжамар Токая в своем твиттере особо отметил, цитирую, в Казахстане под угрозой вымирания находятся десятки видов животных, птиц, рыб и растений. Защита природы — дело государственной важности. Конец цитаты. Поэтому будем надеяться, что нам всем удастся сохранить не только барсов и вернуть тигров, но и в целом поставить повестку сохранения и увеличения биоразнообразия в Казахстане на существенно более высокий уровень. С вами был Рахим Ушагбаев. Увидимся в следующем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин